Всем привет! Сегодня в нашем коротком обзоре простая ударная электрическая электродрель. Данную модель электродреля мы продаем уже на протяжении 6 лет, но в этом году мы ее обновили. Мы укомплектовали модель, которая мощностью 850 ватт, зубчато-венцовым патроном. Это, во-первых, самый простой, надежный, простой в обращении патрон. Также он не вызывает проблем в эксплуатации. Но самым главным его плюсом считается то, что при помощи ключа любая оснастка фиксируется в этом патроне очень надежно. Учить пользоваться данным патроном я не вижу смысла, но пару советов я все-таки дам. В первую очередь всегда не забывайте продувать патроны, прочищать для того, чтобы он работал и без проблем зажимал оснастку. При фиксации оснастки, пользуясь ключом, не забывайте применять ключ во всех трех отверстиях, которые расположены на патроне. То есть мы зажимаем с одной стороны, со второго отверстия и уже в третьем отверстии полностью фиксируем. Во-первых, это позволяет с равным усилием зафиксировать сверло. Во-вторых, сверло будет надежно зафиксировано губками и не будет прокручиваться в процессе работы внутри патрона. Ну и когда мы уже так надежно и качественно установили сверло, я напомню о характеристиках самого аппарата. В первую очередь, напомню то, что эта дрель имеет мощность 850 ватт. Дрель имеет две функции. Первый режим работы без удара. Переключатель ставим в крайнее положение, где нарисовано сверло. Второй режим работы с ударом. Ставим переключатель в режим, где нарисован молоток. Таким образом, создаваемая вибрация помогает сверлить абразивные материалы. В режиме сверления с ударом мы, во-первых, закрепляем в патрон специальные сверла. Эти сверла имеют твердосплавный наконечник. А во-вторых, мы используем эту дрель для работы в абразивных материалах. И удар как раз помогает справиться с сверлением отверстия за считанные секунды. Однако, вопреки устоявшемуся мнению, то, что ударной дрелью можно сверлить бетон, это неправильно. При работе с бетоном, вибрация, которая создается при помощи растровых шайб, не сможет справиться с прочностью бетона. И вся вибрация от ударного механизма будет идти на руки. И я советую для работы по бетону приобретать перфораторы Redverg. Ну а если вам нужно сверлить такие абразивные материалы, как гипсокартон, гипсовый блок или кирпич, то данный инструмент справится с этой работой очень легко. Но порой возникают ситуации, когда патрон выходит из строя. Это чаще всего происходит тогда, когда дрелью работают вертикально, и вся пыль от сверления попадает непосредственно в патрон. Старый, вышедший из строя патрон можно поменять на новый. Делается это очень просто. Для замены старого патрона нам потребуется три инструмента. Отвертка, мощный шестигранный ключ размером от 6 до 10 мм, ну и, конечно же, молоток. Почти все сверлильные патроны фиксируются на шпинделе при помощи контрвинта, который расположен внутри патрона. Этот винт может быть либо крестовым, либо плоским под плоский шлиц. В нашем случае крестовой. Берем крестовую отвертку, вставляем в шлицы и откручиваем этот винт. Но так как винт, которым закреплен патрон, имеет левую резьбу, то привычным движением против часовой стрелки его не получится выкрутить. Нужно крутить отверткой либо шуруповертом по часовой стрелке. То есть привычно, как бы закручивая его, но при этом мы его откручиваем. Выкрутили контрвинт и зажимаем шестигранный ключ в патрон. Ключ можно фиксировать не очень сильно, но желательно, чтобы губки не соскальзывали с грани ключа во время удара. Поэтому постарайтесь зафиксировать его как можно плотнее. Ну и поскольку в процессе длительной эксплуатации патрон мог прикипеть к шпинделю, нам необходимо этот шпиндель чем-нибудь заблокировать. Но, как вы видите в нашем случае, видно, что шлицов на шпинделе нет. Поэтому в этом случае нам приходит на помощь старый добрый молоток. Резким хлестким ударом ударяем по шестиграннику и патрон откручен. Остается извлечь шестигранный ключ из патрона и установить новый патрон на шпиндель электродрели. Вы можете выбрать в большом разнообразии оснастки Redverg нужный вам патрон. Это может быть пластиковый быстрозажимной патрон, металлический быстрозажимной патрон или традиционный, один из самых надежных, зубчато-винцовых патронов с ключом. Устанавливаем новый патрон в обратном порядке. Не забываем фиксировать его при помощи контрвинта и приступать к работе по сверлению. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, видео было познавательным. До новых встреч с электроинструментом Redverg.